Они много лет были постоянными участниками фестивалей в Сан-Ремо, а их пластинки по всему миру разошлись рекордным тиражом – больше 20 миллионов копий. Знаменитое трио из Италии даже спустя 45 лет после начала певческой карьеры собирает полные залы зрителей. Группа Рики и Повери образовалась в 1968 году, а первую любовь зрителей завоевала на фестивалях Сан-Ремо в 70-м. Советский Союз влюбился в красивые итальянские песни после появления коллектива в новогоднем выпуске передачи «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». И сегодня, спустя годы, Рики и Повери так и остаются одной из самых любимых групп миллионов слушателей по всему миру. О постоянных приключениях итальянцев в России, предстоящем 45-летнем юбилее и о том, что связывает трио вместе, в рубрике «Главный герой» расскажут сами солисты группы Рики и Повери. И сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» легендарная группа Рики и Повери. Бонжорно! Бонжорно! Здравствуйте! Сидонья! Драма-театр! О, прекрасно! Мы уже... Сосера! 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 Спектакло! Конною, которые кантямо! Но пока у нас есть время до спектакля, мы с вами можем побеседовать немного больше, хорошо? Черт, грамот! Спасибо! Я приготовила для вас небольшой подарок. Я знаю, что в Челябинске вы были ровно 15 лет назад. Посмотрите, мы нашли фотографию, которую удалось сделать в 97-м году. Бонжорно! 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 Почему так долго не было вас? Мы сделали небольшой перерыв и вернулись. Такие каникулы в 15 лет. Мы все с удовольствием смотрим фильм приключений итальянцев в России. И мне хочется узнать, бывают ли у вас какие-то курьезы и интересные случаи, были ли в России? Всегда, абсолютно всегда что-то случается. Если говорить о 97-м годе, мы путешествовали на поезде и встретились с жителем Казахстана. Он нас узнал и воскликнул «Рики и повери!» и сразу заплакал. Мы не поняли от чего, то ли от радости, то ли от того, что мы ему просто не понравились. А может, ему не понравился мой нос. Вашей группе в этом году 45 лет исполняется. Ильвострогруппу А. Что вас объединяет по-прежнему? Что позволяет быть вместе? Это дружба, конечно, и это музыка. Мы всегда воспринимаем нашу работу как нечто серьезное. Всегда стараемся делать все лучшее, что от нас зависит. Вас очень любят многие российские исполнители. А есть ли среди российских исполнителей те, которые вам особенно нравятся? Мы большие поклонники Николая Баскова, вашего премьер-министра и Филиппа Киркорова. Киркоров очень симпатичный. Один раз мы летели вместе и общались жестами, не понимая языка. Вот так мы показывали, что у него очень хорошая шапочка. И сейчас он делает такой же знак, когда нас встречает. А вы отдыхаете тоже вместе или все-таки вы встречаетесь сугубо по работе? Мы встречаемся только по работе. Когда нужно отдыхать, мы разъезжаемся по домам. Нас объединяет только работа. Каждый из нас каникулы проводит только со своей семьей. Очень интересно, где. Я знаю, что наши российские туристы очень любят отдыхать в вашей стране. А где любите отдыхать вы? В Италии. В Италии? На родине, только на родине. Провести такой небольшой отпуск в России, по-моему, это тоже здорово, правда? По правде, я бы хотела приехать в Россию на каникулы. Гастроли – это большая спешка, и ничего толком не увидишь. Я приезжал несколько раз в Санкт-Петербург и в Москву. Там очень здорово. Могу ли я попросить вас маленький фрагмент, самый любимый из всех ваших песен, спеть для наших зрителей? Здорово! Мамма-Мария, Мама-Мама... Мамма-Мария, Мама-Мама... Мамма-Мария, Мама-Мама... Мамма-Марияма... Ой, на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Спасибо большое, что нашли время в здесь. Сначалаань. А у нас в гостях была легендарная группа Рики. И поверь, у меня все на этом. До свидания.